В царской России на охоту ходили все правители. Эта традиция была унаследована и генсеками Советского Союза. Охота являлась в стране не просто активным досугом. В деле с зарубежными гостями это мужское развлечение выступало политическим инструментом. Многие государственные деятели любили на досуге завалить кабанчика, подстрелить десяток-другой уток или выйти на крупную дичь лося или медведя. Пострелять из двухстволки был не прочий генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев. Элитная русская традиция Великая Октябрьская соцреволюция изменила не просто государственный строй. Теперь в России главенствовали принципиально новые порядки пользования природным ресурсом. Это коснулось и охотничьи пушного хозяйства. При царском режиме процветал хищнический промысел. Но уже первый советский декрет провозгласил охотничьи угодья всенародным достоянием. Дикие звери и птицы стали государственной собственностью, за которой устанавливался контроль. Отныне охотиться можно было по единым для всех правилам. А государство брало на себя ответственность за регуляцию поголовья диких зверей и птиц, ограничение промысла лицензиями или запретами, а также поддержку охотников. Вместе с законной материальной базой для охоты и угодий появились и соответствующие объединения промысловиков и охотников-любителей. Знатным поклонником охоты в то время был Ленин, что сказывалось на бурном развитии отрасли. Правда, Сталин чуть было не поставил крест на охотничьих традициях, потому как не придавал этому занятию большого значения. А в послевоенное время и вовсе делал ставку на восстановление первостепенно важного хозяйства. В начале 50-х он ликвидировал несколько десятков заповедников с охотничьими угодьями. Но некоторые богатые на звери территории после ухода егерей становились вотчиной браконьеров, бесконтрольно выбивавших все, что движется. Ситуацию изменил Никита Хрущев, вернувший охотничьим территориям их прежние статусы после смерти вождя. Более того, новый генсек превратил охоту в традиционный досуг членов политбюро, высокопоставленных военных и авторитетных иностранных гостей. В контексте борьбы с культом личности Сталину припоминались репрессии против кабанщиков и национального вида развлечений. Об охоте первых лиц СССР до сих пор ходят байки и небылицы. Во многих рассказах и анекдотах упоминается, что стреляли они обычно под садную дичь, или это одновременно с ними делали снайперы из кустов. На самом деле это не так. Необъятные просторы советских заповедников привлекали ни одного любителя поохотиться, но их егеря чутко отслеживали браконьеров. Другое дело, когда на тропу войны с фауной выходили высокие чины. Для них доступ в заповедники был открыт постоянно, и они исправно этим пользовались. Одно время считали, что идея создания заповедно-охотничьих хозяйств в СССР принадлежала Министерству лесного хозяйства. На самом деле оно только реализовало желание тогдашнего советского лидера Никиты Хрущева, известного любителя охоты, а тот подхватил эту идею за рубежом. Летом 1956 года первый секретарь ЦК вместе с министром пищевой промышленности Анастасом Микояном посетили социалистическую Югославию. После официальных церемоний и рабочих заседаний ее руководитель, заядлый охотник Иосиф Тито, предложил неофициальную часть визита провести, охотясь на острове Брионе. Здесь находилась его охотничья дача. Советским гостям очень понравилось, как на острове все было обустроено для охоты высокопоставленных чиновников. Вернувшись домой, Никита Сергеевич распорядился создать подобные объекты в СССР. Новые охотничьи дачи построили в Беловежской пуще, возле Москвы и в Крымском заповеднике. Кстати, когда Тито прибыл с аналогичным визитом в СССР, Хрущев вернул должок коллеге, распорядившись организовать для двух югославских лидеров охоту в Крымском заповеднике. Охота прошла успешно. Хрущев, Тито и Ранкович вернулись с трофеями – убитыми оленями. Во времена Хрущева выезды на охоту в заповедниках стали очень модными среди партийной номенклатуры. Причем приезжали они сюда в любое время года, даже в период спаривания, когда на зверей охотиться категорически запрещено. Однажды маршал Кирилл Мерецков со своей свитой приехал поохотиться в Беловежской пуще во время спаривания оленей, чем просто шокировал местных егерей. Никита Сергеевич очень любил охоту в заповедниках Завидово, Беловежское пуще и Крымском. В последнем он чаще охотился с Петром Шелестом и Владимиром Щербицким – партийными лидерами Советской Украины. Первый секретарь ЦК Компартии Украины Петр Шелест вспоминал, как в середине января 1964 года Хрущев вместе с лидером Кубы Фиделем Кастро приезжали на охоту в охотничье хозяйство Залесье, что под Киевом. Охота получилась на славу. Советский вождь завалил двух крупных кабанов, двух козлов и четырех зайцев. Кастро убил оленя, двух козлов и кабана. Также Хрущев гостил в заказнике под Полтавой, сначала предназначенном для охоты ударников труда. Рано утром вместе с местным егерем, который перезаряжал два ружья, Никита Сергеевич отправился в лес. Сначала, пока местная живность еще не боялась охотников, генсек успевал за полтора часа настрелять более полусотни уток. Некоторые из них присылали на домашнюю кухню, а остальные – в кафе Киевского дома правительства, где, подавая утиное мясо, посетителям иногда шутливо говорили, «Сегодня вас угощает Никита Сергеевич». В процессе охоты Хрущев любил пошутить с егерями и ругался, как настоящий охотник. Очень не любил проигрывать в охотничьих баталиях, из-за чего нередко злился. Любил генсек после удачной охоты рассылать мясо добытых животных членам политбюро, министрам и приближенным. Хрущев быстро возрождал отрасль, распоряжаясь открывать показательные охотхозяйства. Эталоном он сделал завидово. Заказник пополнялся животными, обрастал домиками для пикников. На территории угодья проходили застолья с коллегами по президиуму, и фотосессии с трофеями принимались иностранные делегации. Параллельно решались важные политические вопросы. Толк в охоте знал и Брежнев. Заядлый охотник любил перед хорошим обедом с водочкой поохотиться на кабана. Брежнев привык стрелять их с вышки. В этом случае звери не представляли для него опасности. Часами он сидел на высоте и ждал, когда загонщики справятся с будущей добычей и подгонят ее поближе к генсеку. Обычно в один из подмосковных заповедников Брежнев приезжал с многочисленной свитой и охраной. После удачной охоты повар на вертеле жарил косулю, готовил шашлыки, запекал в печи кабанью ногу. А до этого была сама охота. Увлекательное развлечение, когда егеря выгоняли на генсека и его товарищей дичь, а многочисленная охрана прочесывала все окрестные дороги и тропинки. Не дай бог пострелить какого-нибудь грибника или такого же охотника. Бывало, что Брежнев нарушал правила, сам садился за руль УАЗа и вместе с егерем уезжал в неизвестном направлении. Тогда охране приходилось решать сложную задачку – обеспечение полной безопасности генерального секретаря. И она с этим успешно справлялась. Нужных людей в лесу хватало – и в штатском, и в военной форме. Говорят, что Брежнев был хорошим стрелком, поэтому егеря обычно не подставляли высокому гостю животных для стрельбы с ближнего расстояния. Но однажды удача отвернулась от генсека. В тот день он пережил несколько неприятных минут. Выстрелив с вышки по огромному кабану, Леонид Ильич спустился с вышки. Кабан лежал на земле и не подавал признаков жизни. Однако, когда генсек приблизился к зверю, тот внезапно вскочил и побежал ему навстречу. Спас Брежнева смелый егерь, который дважды выстрелил в подранка. Но на этом история не закончилась. Трижды раненый зверь бросился в сторону и налетел на спрятавшегося в кустах охранника. Мужчина не растерялся и достал нож. Почему-то у него при себе не было огнестрельного оружия. Кабана, конечно, ножом не взять, и он убежал в лес уже с четырьмя ранениями. Леонид Брежнев часто получал от соратников и гостей из-за рубежа самые роскошные ружья. Даже когда пошатнувшееся здоровье не позволяло Леониду Ильичу крепко удерживать оружие, он не отказался от охоты. Недостаточно прижатый к плечу оптический прицел, то и дело ранил генсека, и он возвращался в Москву с разбитыми в кровь носом, бровью или лбом. Редактор субтитров А.Семкин